немножко вот ну просто у меня такая живая совесть я кодил сам очень много проектов на битве запустил и как бы буду говорить как вот есть на самом деле я не буду вам ничего продавать я буду говорить как разработчик разработчик поднимите просто руки разработчики много разработчиков а менеджеры меньше системный администратор есть аналитики спасибо но в принципе основном разработчики ну давайте да правду матку рубить значит качество на битриксе ну вот люди делают на битриксе много проектов на самом деле по опыту скажу что по своему опыту проект на битриксе взлетают для меня до сих пор это тайна почему берешь битрикс интегрируешь там что-то там ну простые проекты это кастомизация шаблонов некоторых более сложные проекты это возможно какие-то компоненты создаешь более сложные проекты создаешь модули более сложные проекты ты подключаешь там зен фреймворк куски symphony какой-то и там у тебя там у тебя разные библиотеки композер кто пользуется композером поднимите пожалуйста руки . кто считает что нужен битриксе я думаю большинство мы тоже так думаем сейчас эту тему активно обсуждаем в общем проект взлетают на битриксе но люди вот вопросы а где в битриксе диплез инжекшн то что мы видим во всех стандартных фреймборках что происходит вообще где диплез инжекшн где в битриксе юнит тесты как битрикс тестирует ядро мне этот вопрос мучает до сих пор говорят тесты есть но как где диплез инжекшн почему я открываю за фреймворк я вижу архитектуру с можно объекты поднять делать мог объекты я живу в современной разработке почему открываю допустим symphony это вижу почему я вижу это других языках программе почему и у нас не вижу мы попытаемся с вами разобраться сходы как в таких условиях обеспечить качество тестирования как это вообще возможно в принципе вот возникает много вопросов постоянно разработчиков где юнит теста в битриксе как тестировать стандартные компоненты как тестировать комплексы компоненты когда их модифицировал как они как как значит как реализовать битрикс континент и грейшн как и осуществить перенос изменений между тестовой версии и дебуги боевой версии никак только пишут люди пишут скрипты то есть это вызывает шок а почему он с вами поговорим я вас сейчас провоцирую специально чтобы вы как бы нагревались там сказать в смысле таки рождать то есть на самом деле кондиционер еще нет мы обсуждаем периодически континент и грейшн но общее понимание пока нет мы понимаем что это некоторым проектам нужно но когда делать мы когда начинаем представлять а что будет при этом на пою насколько усложнится инфраструктура разработки мы пока видим что это пока штука достаточно еще далеко не нужно всем как переносить изменения между инсталляциями пишут костыли всякие кто-то выкладывать open source но на самом деле общее решение это писать скрипты которые переносят почему мы так сделали мы дальше поговорим как создавать заселить мог объекты как создавать сущности в d7 они как мог объекты очень служил ядро монолитное вы не сможете кастомизировать правильно чтобы покрыть систему и ваши проекты модульными юнит тестом никак не сделаешь by design дизайн архитектуры простой дальше стандартные компоненты вообще моя любимая тема во первых разобраться в них чтобы нужно выпить 20 ведер водки пройти курсы хорошо выпили вы можете разобраться в стандартных компонентах но когда вам нужно что-то поменять внутри что нужно делать копипаст правильно модифицировать стандартные компоненты нормальным образом через объектно-ориентированное программирование как это вообще положено в принципе нельзя и надо копировать что делать в этой ситуации а если что-то поменял как проверить что они после этого не сломались как эту всю вот эту простыню большую настроек 20-этажную проверить что она не сломалась да никак пока расскажу потом как вообще ситуации выходить хорошо ну это для разработчиков дальше как тестировать верстку я вас крипт как тестировать ну есть немножко у нас инструментов типа там ну вы сами знаете для тестирования для тестирования верстки есть selenium да на самом деле скажу по секрету верстку очень сложно тестировать автоматически практически нельзя она тестироваться руками я вас крипт тоже тестировать нормально нельзя иногда кажется что можно придумать такой компонент стандартный в котором можно хотя это на самом деле хочется сделать чтобы он выводил в каком-то режиме джейсон со своими параметрами до передачи шаблона потом вы подключали свой тест туда который тестирует это джейсон и я вас криптом по аяксу то есть хочется как-то понять как на битрексе построить промышленную фракцистуру тестирования пока я не вижу как если честно я расскажу как из этой ситуации выходить и почему так сложилось дальше особенно когда мы работаем по agile это вообще песня кто работает по гибким методологиям а кто работает по тезе больше ну где-то 50 на 50 но я расскажу значит а на мой взгляд все проблемы от срыва сроков разработки возникают из-за того что клиент не может описать формально то что он хочет вот сколько мы лет изучали математику в школе годы до потом это институт в принципе формализовать свои задачи а не сказать хочу чтобы было хорошо и красиво чувак это ты поставил открытый вопрос который можно реализовать миллиардом способов тем комбинаторный взрыв так нельзя ставить задачи а клиенты ставят задачи так наша наша цель разработчиков это научиться научить клиента правильно ставить задачи правильно формировать их а когда мы переходим в agile если мы неправильно понимаем что с вами agile на самом деле кто читал agile манифест вот правильно в agile манифесте сказано что разработчики это друзья клиента они хотят решить его задачи максимально дешево быстро и правильно с высоким качеством соблюдая сроки и помогая клиенту думать потому что как правило в компании разработчики партнеры битрикса они как правило умнее клиента потому что они занимаются прикладной математикой а у клиента другие задачи он вообще не может иногда мысли связать и рассказать что он хочет от сайта это особенность психики нашей поэтому у нас фичи здесь а как их тестировать потом эти комбинатурные взрывы вообще непонятно поймете чем разница проблема вообще когда у вас каша какая-то особенно это марк минимальный маркетинговые фичи которые у нас в agile бывают да как институт на самом деле нет надо с другой стороны карточки написать если я нажму кнопку должна там системе поприветствовать все равно тестируют здесь сложно мы дальше поговорим кто нужен нам хорошо дальше бывает что часто с при скроме воспринимается не как методологии проработать панда где все как бы за одно скроме воспринимается какой-то фашизм как тесту принуждения разработчиков выбывали из них мозгов значит язык загонали загонали в могилу и значит через две-три недели они бегут что вы значит показать это на демонстрации а тестировщик бегать седой потом ходит значит что они там понаписали в итоге рождается как это какой-то фиквару шуфикалины монолит такой большой каменный и это потом сдается клиенту вот это вот проблема скрома и если самое страшное что мы уже могут забивать на качество менеджер они боятся сравнивать сроки у них премии у них какие-то вот эти и это самое страшное если у вас такой менеджер пишите нам сразу письмо не шучу мы поговорим дальше с ними делать дальше это вообще моя любимая тема нам везде говорят что надо использовать стандартные компоненты да надо но когда тебе надо внутри что-то поменять ты должен их копипастить копипаст это если у тебя в шаблоне копипаст это страшный антипаттерн его делать нельзя это грех с точки зрения разработки у нас принуждают грех детям и к сожалению как бы я расскажу потом почему и как из этого выходить но пока мы не можем позволить на суббассировать компоненты не можем особенно компоненты магазина всем известны сава ордера якс и так далее вот документация по битрексу на мой взгляд было всегда достаточно хорошая и она есть но не по всем не по всем как бы не всегда она успевает но тем не менее хорошо что выходим ядро и смотрим исходники ну вот такой вот это нормально потому что печки ну понятно что все этим грешат мы ходим на бой под рутом часто кто не ходит на бы под рутом поднимите руки ну почти не понимаю а она тоже почему так случилось и на сегодня страшно это или нет что еще говорят битрекс начал как сказать проснулся наконец-то решил взяться за ум и писать объектно-ориентированный космос используем d7 да действительно но d7 пока довольно мало тем не менее это правильный шаг в сторону формализации бизнес задач и тем более вот модули различных я как бы сторонник объектно-ориентированного программирования знаете есть секрет если заниматься объектно-ориентированного программирования долго возникает у п головного мозга что это такое достаточно прочитать несколько книжек по шаблону проектирования ганку for потом есть книга прекрасная шаблоны корпоративного приложения мартина фауэра никто не читал правым он пишет в особенности в общем тебе кажется что нужно решать задачи методом объектно-ориентированного программирования это так и тут и так это уже признаки у п головного мозга я расскажу дальше симптом его вот значит многие задачи вот приходится решать даже на компонентах процедурный способ открываешь такие просто не скрипты это выгрузку 1с ты думаешь черт возьми ребята вы говорите а д7 у вас такие просто небольшие ду в чем проблема то где где логика значит магазине хочется больше кастомизации компонентов об этом постоянно говорят мы тоже это знаем мы слышим я вас виду как бы значит документации по до 7 не хватает понятно вот это тоже люди люди вот сейчас говорили там есть и умеры там всякий сильный я расскажу так нормальный разработчик знает кроме битрикса за фрагу симфонии узнает жалу либо си шарп он скорее всего писал на плюсах узнать юник для него он берет например взял симфонии посмотрел или мажен то потом зашел в битрикса не понимает куда он попал почему все так просто он не понимает почему все так просто сделано почему нет вот этих вот красивых значит все документируем кроссовки гитхаб он не понимает человек что происходит вообще он ищет битрес консольные инструменты для сборки декомпозер который должен быть пять лет назад что происходит почему в басосе то есть а у вас этого нет это проблема и как теперь жить все на самом деле шутка как будто всяких страшилок а теперь все таки давайте более серьезно поговорим об этих задачах окраска себя немножко расскажу кто смотрел джон виг фильм ну да в общем я с битриксом больше десяти лет начинал я в сбербанке работать потом я работал в студии кису в большой московской мы занимался непосредственно интеграции запуском проектов эльдора дару и в россии связной и чтобы дикий хардкор это были проекты это был жесточайший enterprise с жесткими сроками и особенно дорад большой и я увидел а я сам джавист я пишу на джаве это мой любимый язык это enterprise это круто этого по головного мозга на всю голову то есть там вот все такое вот и я увидел что как на битриксе реально быстро делаются задачи взлетают проекты и магазины для нас был шок как вообще такое возможно после джава где ты читаешь книги там спецификации на 100 страниц где там админы объясняешь две недели которые почему на битриксе решаются задачи я не понимал но я потом увидел я как бы через сколько-то лет я приобщился к философии битрикс и философии php философии разработки я понял почему и вот я стал ходить вот реально отстреливать задачи я сейчас наверное похож на этого человека в душе я не люблю врать я не люблю продавать я не люблю говорить как есть если клиента задача решается обычным вызовом в ядро битрикса и с тремя строк сроками я буду использовать эти строки я не может к цельным компонентом будет использовать если решается цельным компонентом я возьму его то есть оказывается битрикс это средство реально убивать задачи вот реально приходить этот фильм о том у человека убили собачку и он потом замочил 50 человек за это реально битрикс это инструмент боевой который позволяет решать задачи вот прямо в точку и как бы вот поговорим теперь об этом сейчас я работаю в битриксе и занимаюсь всякими облачными сервисами в основном java php высоконабожный сервис скорость сайта облачный бэкап облачный мониторинг они сейчас занимаются неудобными сетями искусственным интеллектом машинным обучением ну то есть как бы на разуме теле значение давайте поговорим вот первое хочу обратить внимание почему взлетел php как вы думаете почему взлетел на самом деле же были языки был си плюс плюс классный язык который эволюционировал оси было в то время джава был питон казалось бы почему питоне взлетел что происходит а знаете вот я думаю почему потому что печки писали дикие лентяи утром людям было лень описать правильно как это положено кем-то там 50 лет назад вот они написали так чтобы разочи решался воду строку при этом они встроили код они сделали возможность писать это внутри страницы который является шаблоном дело в том что вот как будет если вы возьмете джава для решения задачи вам нужно будет изучить огромные толстые книжки по стандартам веб-разработки вы должны прочитать что такое java server faces что такое сервлец что такое маршрутизация что такое рейтинг короче а тут чего взялского нет фиг скрипт одна строка я иду в базу и выложу данные это философия php надо понять ее философия печки очень близка к философии юникса когда есть набор инструментов которые прекрасно сочетаются между собой и эффективно решают задачи вот посмотрим и еще момент скриптовые языки вы понимаете мы до сих пор не понимаем их мощь на мой взгляд не понимаем привыкли мы класть классическая разработка объектно-ориативно программирование c++ компиляторы сейчас уже другой мир сейчас нужно выбрать инструмент быстро решающий задачу ну например возьмем юникс это баш я битых 24 скажу вам мы запускали вот с коллега с коллегами примерно два года внутри автоматизируем в основном на баше представьте него не питон зачем если есть ваш скриптовый язык который очень легко править очень легко модифицировать дальше посмотрите какой сейчас взрыв но djs я вас крипта я вас либо примитивный язык блин он работает собака работает хорошо и надежно в три строки вы решаете задачу зачем вам если перед вами враг например ну как помните с самурами была история когда изучали изучали самураи искусство там 20 30 лет тренировались а потом изобрели пульку пульку свинцовую и все эпоха самураев закончилась вот этого скриптовые языки это оружие и у меня с до сих пор сейчас сложилось впечатление а вот современные из киска ладжа это самураи красивые они хороши для решения каких-то узких задач но когда вам нужно сделать сайт быстро решить задачу клиенту магазин ну на пулька а пулька это печки и так скриптовый язык также мы видим почему взлетел сейчас питон в области машинного обучения почему я полгода назад делал на джаве обучал не разительной шестик поддержки и я нажали там написали десятков тысяч строк кода для машинный мужчина бочи для обучения рейсети я в кровь пальцы себе вот реально избил кровь его ногти бы подали много программируешь много писать многословный язык джава вот сейчас я пришел на питон потому что это скриптовой очень лаконичный язык в этом как бы надо это понять дальше сигарет вот нужна статическая типизация когда ты все написал потом компилятор все проверил тебя значит компилировать это скомпилировать это будет работать да но статическая типизация она влечет за собой усложнение языков мы мы знаем пытаются сейчас на первые языки кто со скала работает я искал такой ну как в ситуации потом как бы язык включающий в себя сильные стороны сешара поджал и и ланга не ланга хаскера функционально программировали так вот скала она пытается решить задачи и котлин кто на котлине работает котлина тоже в этот остров говорит есть недалеко котлин вот в заливе это язык тоже программирование на gm работает отечественной они все под у них статическая типизация php и вот скриптовые языки динамическая типизация вы можете в одну переменную засовывать разные значения это нормально то есть надо бояться говорят о скрипты пишите вы не программисты нет мы программисты мы самые мощные программисты у которых реально огнестрельное оружие мы реально сильнее гораздо тех кто пишет эти большие сипреструются эти программы и по 20 человек других тысячи тестировщиков сидит потом их релиз 5 лет выходит понимаете в чем дело это надо понять это правда вот и вот такие вот сейчас проблемы промышленных языков java c sharp c++ котлин скала это как правило долго-дорого вот и но это круто считается это интересно я вам скажу ничего крутого нет я уже разработчик не надо учитесь лениться учитесь и не свое время использовать на решение поэтому поэтому взлетел пич пи дальше платформе теперь мы говорим про веб что вы программирует под веб если вы возьмете классические промышленные решения java c sharp у вас возникает понятие сервер приложений у вас а получается некая некий куча абстракций сокетами с какими-то там маршрутизаторами с роутингами короче это все значит называется сервер приложения у вас там какие-то коннекторов базу то есть кто читал пластелин колец толкина вот пластелин колец такой вот чувак реально вот фонтанируем идеями гармонии играют и чек фонтанирует фонтанирует вот инженеры на фонтанировали идеями создали огромное вселенное сервер приложений разум следов до пич пи сказал фиг вам нет мы возьмем и встроим модуль под оплач и он будет решать задачу сервера приложений по сути пич пи вот место этих технологий вот различные джао сервлит джао сервер фейс джао сервер пэджис и абрама один сако альсак родил акова и авак родил иосиф и братья его и джеймс у нас в плане платформа ламп линукс а патч мастер пич пи это совсем не игрушки это мощнейшая платформа линуксу вообще юниксу уже десятки лет это мощнейший как бы операционка которая будет быстро на прозрачно это не windows она прозрачна она покрыта она протестирована то есть у вас огромная платформа с большой сервер положение уже есть это линукс 80 патч веб-сервер который тщательно протестировал написан на плюсах вот там плюсы как раз нужны и вообще пси си пси нужны язык си вот он классный хороший либо nginx допустим да тоже его пишет игорь сесуев на чистом си он себе суза не хочет учить я спрашивал почему это не нравится вот то есть тогда языки хорошие такие низкоуровневые уровни москве и у нас баска вы знаете что битекс отказался от поддержки урокла и москве чему потому что самура и большие им нужно их надо кормить и можно кучу наложенец лошадей понимаете дорогие решения москве и москве или оракл есть москве и бесплатно работает аналогично холодное оружие или огнестрел зачем вам тратить деньги понимаете на самом деле массовый психоз покупают большие корпоративные приложения за большие деньги зачем если москве работает где реально работает качественно быстро у вас весь битекс 24 на москвеле много лет никаких сбоев зачем платить кучу денег за лицензии как допустим оракл я не понимаю как разработчик вот если вам нужно джао мессивный сервис вы ставите обычный ребят энкью вот вы ставите какой-нибудь редис редиску если вам вообще будет у вас например вам стало так скучно что хочется потратить время какую фигню ставьте кассандру занимайтесь на ускверен в амазон уходите динамо деби но эта штука работать страшно быстро вы понимаете вот эта штука состоит конкуренции в этой штуке я не знаю как это назвать но это факт и это наша сильная сторона нужно нужно об этом знать и учитывать теперь если бы битокс был таким продуктами развитым таким динозавром да как иногда говорят битокс слишком просто устроен где нет кучи наложниц моментом ferrari в нём кастомизировать вещи сложно почему его объясните мне почему битрикс релизе несколько делать несколько релизов в год продукты и почему нас выбирают клиенты я не согласен что тут сильный маркетинг битрикса вот я представитель маркетинг я вам говорю правду я начал с правды я вам скажу что битрикс не поэтому взлетает и почему битрикс24 взлетел мы запустили систему битрикс24 буквально за полтора года вы сделали облачные решения которые раскидали в несколько дата центров на сотни серверов я вам скажу почему потому что код битрикс устроен просто ясно в нем можно разобраться стандартных компонентах сложнее разобраться на ядре битрикса проще разобраться любой человек зайдет туда разберется и будет использовать в этом сила битрикс в том что он напоминает автомат калашникова что делают американцы знаете в пустыне когда это у них остается у них со своей винтовкой бегают они выкинув свою винтовку м16 и берут наш калаш он надежнее это правда в этом случае получается что раз то есть посмотреть сколько релизится например magenta в год сколько релиза за фреймворки все эти в общем open source фреймворки которые в которых рядом людям мастурбируем на качество понимать у них это поэты это open source это это поэты которые собираются по вечерам и кодят экспекционизм короче я там на коде чуть-чуть а потом скажу что я комитер такого-то фреймворка на самом деле они от этого все пляшут а у нас извините битрикс у нас раньше today у нас проза такая иногда с матом у нас много релизов мы не успеваем писать стихи но при этом мы быстро развиваемся в этом тоже сила битрикса сила php это не поэзия это просто хотите заниматься поэзией пишите компоненты вот место для поэзии хороших компаниях это вы у партнеров делаете свои решения свои библиотеки и вас они качественно внутри компании живут пожалуйста пользуетесь вы занимаетесь пишите стихи это классно вот дальше почему битрикс это потому что модифицируется просто взял скопи пастил водитель да плохо грех зато быстро работает и так сказать ну можно 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 так делать дальше у нас в битриксе внутри я бы сказал очень хорошие такое экстремальное программирование с элементами скрамов частично современными ну у нас хочу дух джайлов компании компания пуглая чем выше человек в иерархии тем больше доступен у вас эффективные коммуникации с разработчики мы открыто обсуждаем проблемы задачи и в этом случае у нас такая настоящая инженерное братство на основная цель это решить задачи клиента и помочь партнерам решить мы об этом думаем поэтому у нас нет там каких-то лазерных бластеров до которые там робокопов у нас есть автомат калашникова и люди которые умеют им стрелять то мы считаем что так решать проблема клиента гораздо быстрее битекс прозрачен код лаконичен и модулин в этом сила поэтому битых взлетел почему проект на битриксе взлетают на мой взгляд потому что об этом я уже говорил потому что бусы есть довольно адекватной документации и хватает есть куча курсов вот это кстати а где ваня ваня респект тебе реально в битексе действительно куча курсов бесплатных можно сидеть пить кофеёчек две недельки в студии партнеры получать удовольствие и реально прокачаешься ты поймешь какие-то месте разводились в науток калашникова какие-то боевые гранаты какие-то месте всякие базучки ножики приемы карате этого достаточно действительно класс битрикс модулин битрикс архитектура битрикса разводка очень проста вертикально она очень проста даже здесь 7 горизонтально битрикс большой но это это преимущество системы он легко автомат легко разобрать и собрать в этом в этом красота симфонии вы так не разберете вы сломаете у вас все задумится приняты инопланетяне вас сожгут вот вертикально в битриксе я же жалую очень давно я расскажу что шаблон проектируем ядре резон и битриксе работают люди грамотные разработчики грамотные опытные и там все сделано по-взрослому но на простом языке php специально чтобы людям можно было разобраться и кастомизировать поэтому ничего там детского нет схема данных в базах в базах в таблицах она если раскрыть ее посмотреть она понятная битриксе в этом отношении порядок битрик ориентирован на качество работу качественную работу с данными которые находятся вот с таблицами и у нас нет как бы сказать настоящий классического урм у нас нет потому что урм это тормоза всегда у нас есть то что мы взрываем это табли модуль файлерский у нас есть правильный доступ к таблицам у нас есть хайлы и блоки у нас есть инфоблоки они принесли раз задать задачу вы сами выбираете для чего но тем не менее как бы битрикс очень качественно продумывая всегда работу с данными и тормоза на сайтах в основном за чего из-за тормоза в базе поэтому не надо думать что какой язык вам что-то решит и как он поможет нет вам поможет голова и правильный запрос в базу это решает проблемы основные вот и мы нажимаем максимум стандартных технологий у нас можно было например контент сайта хранить например в базе в xml он хранится в виде файликов на диске access файлы access например access .php они тоже хранятся в файлах это потому что это просто потому что это близко к технологиям близко к линуксу ничего в этом страшного нет это работает это людям понятно это просто можно было усложнить дизайн программист знаете зачем делать просто если можно сложно вы представляете люди программист приходит и начать все усложнять фреймворк фреймворк значит еще один фреймворк свой фреймворк пишет а потом почему это уже за власти я буду это контролировать я поставил строчку в резюме чувак да не в этом сила программиста сила программиста это дешево решить задачу в три строки вот твоя сила вот тут ты настоящий программист а так ты просто шантажист так сказать террорист который как бы террором занимаешься внутри компании интеллектуально теперь по поводу php значит вот наезжают на php php это че-то не язык это скриптинг вы вообще не программисты че там это вот вот посмотрите скала хаски скажу вам сразу значит люди эти которые об этом говорят они либо из поколения моего до начинающих старперов уже либо они просто понимаю что сейчас происходит я расскажу что сейчас происходит я как бы очень люблю их хаскин и скалу увлекаюсь функционально программирование суть в чем сейчас люди стали понимать что языки программирования которые были c++ java c sharp остальные языки они когда ты программируешь они очень многословны и они заполняют тебе весь экран они многословны раньше этого не понимали а сейчас приходит понимаешь когда у тебя куча текст на экране у тебя внимание размазывается ты теряешь суть у тебя куча какого-то церемониала и ты начинаешь ошибаться и пока ты ошибаешься чувак тебе написать юнит тесты то есть сначала создаются проблема что тебе надо писать очень многословно авраам родил исааков строгая типизация писать объекты интерфейс и начать писать ты если покупаешь объекты потом ты забываешь чего-то написал вчера потому что у тебя 10 объектов за вчера ты уже не помнишь у тебя хорошая ночь женой было ты все забыл понимаете это пришел значит на работу а у тебя 20 объекты созданы ты уже забыл как они связаны и ты начинаешь писать тесты то есть люди сами себе выдумали проблему и не иску башню а потом начали решать когда ты пишешь на очень лаконичных языках типа скалы типа php типа питона это проблема нет у тебя код перед глазами и то что ты допустим с помощью с помощью опы решал 20 объектами у тебя решается обычным ганна кодом 10 окна который помещается файле которые работают правильно потому что ешь его у тебя в голове он компилируется ты понимаешь плюс стандартной коллекции php питом это массивчики наши любимые ты понимаешь ты привыкаешь к ним и ты понимаешь что происходит а когда ты сможешь ту же java и c sharp у тебя коллекции у тебя короче итераторы вот такие знаете начинаются у тебя как алгебра у тебя в голове чем болеть и ты после пяти строк идешь пить чай потому что у тебя создано это правда об этом не говорят это правда и поэтому php убирает нам и питон когнитивный шум мы кодим правильно как наши скрипты как правильно не нуждаются в тестах потому что вы сразу пишете про зачем делать баги если можно писать без браков понимаете это упал зачем зачем те юн-тесты как вы без юн-тестов вы чё чувак покажи свои объекты 10 объектов значит слушайте я сейчас на ганна коде пяти скрипта пяти строками я решу эту задачу у меня там багов не будет вообще потому что я понимаю что происходит я вижу этот код а ты лазишь по объектам структуру исключения понимаете об этом надо знать и помнить когнитивный шум поэтому код битекс и компонентов часто сразу понятен дальше где нужно тесты тест на беременность а где нужно тесты тесты на самом деле нужны иногда когда вы пишете какой-то сложный код сложной библиотеки например билинг какой-нибудь скидки считаете там какие-то делать и ремки свои внутренние тогда лучше писать и не тесты я рекомендую и писать и дпн джекшн делать и короче заниматься вот этим всем вещами но опять же я виду программистов которые на битрексе программирует они от метки были они приходят я свое время было идти директором софт-лайне у меня были разработчики и один такой был он такой начал писать мог объект для тестирования класса си дтб из битрексового и ты чё с ума сошел и пенси инжекшн все ну че кого-то головного мозга пойдем это пойдем сейчас зарядочку сделаем по подтягиваемся по приседам тебе этот гормоны идут и ты поймешь что это не надо это дурь ты за начал пришел на работу начал заниматься какой-то поэзии чувак у тебя релиз через два дня какой на хрен мог объект что ты делаешь пиши сразу правильно в итоге тесты пиши сразу правильно без багов все в итоге тесты на самом деле нужны мы сами пишем тесты иногда я сам пишу тесты но далеко не всегда если задача решается скриптом либо компонентом либо простым каким-то говно кодом я его так и делаю это нормально если у вас скибилинг какие-то рынки пишите тесты они помогут вам у нас короче битв 24 несколько тысяч тестов написано функциональных мы проверяем это все но опять-таки включайте голову не надо думать что это прям надо писать функциональные тесты значите с них они покрывают там у них а когда мы тест регион там стопроцентных случаях практически показываем что есть проблем дальше копаете поэтому не парьтесь вот как-то все тверское сказал глазами руками и нормально никогда не протестируешь поэтому я думаю что к руками тестировать мы будем еще очень долго и вы как бы должны выжать процессах планировать ручной тестировал тоже как писать код на печки по ht без багов ну по не приходим до к этому к этому просто не усложняйте не рождайте комбинационные сложности учите разработчика сразу горите чувак вот сейчас написал какую-то классовый такой из кучи состояний как-то его чувак будешь тестировать как или ты или так как бы делал детей побежал алименты не платят что-то творишь чувак что ты нарожал классов да и бросил их они у тебя ходят у тебя эти мутанты объяснять надо на уровне тестирования не делать сложно не надо заниматься дискретной математикой на работе не надо хотите вечером пожалуйста я с удовольствием задачки дам по комбинаторике с удовольствием госк сломаете не пишите свои фреймворки без надобности поймите что если вы пишете просто без тестов если вы писать модульно и что-то сломается но сломается конкретно в этом модуле поймите принцип модульности и вам нужно подправить только здесь и все остальное не сломается достаточно этого принципа следовать и у вас код будет работать качественно быстро надежно и надо будет покрывать тысячами тестов оу-пе желательно конечно это развивает понять оу-пе надо прочитать несколько новостых книжек на самом деле это тема интересная но вы вам показали не должны заставлять оу-пе главный мозг где-то работает хорошо в играх там гуи каких-то задачах определенных где-то работает безобразно там работает лучше функционально программирование когда обрабатываете данные там нужно почитать например ну кто увлекается функциональным программированием это новая тенденция если хотите прокачаться до уровня понять вообще что сейчас происходит языках посмотрите язык скала из книга программа кинскала мартина одерски сейчас третья редакция вышла прекрасный язык он обедняет оу-пе и фп вы как бы прокачаетесь и вы поймете что пи спи это классный язык и и и все мы не все нормально мы делаем можно понять исключение как работают exceptions это тоже проблема пойдете в оу-по и без убы понимания exception вы не чудите там реально могу в кулаф рассказать как я допустим как чему я пришел как он понимает каких используя вот более важно мне кажется понять линус которым вы работаете на уровне печки в веб-студе поднять что такое ctcp чем отличается от ip что такое udp что такое dns что такое системные вызовы что такое порты мне кажется все таки разработчик пичпи должен уходить в область линукса в область взаимодействия с операционной системой почитайте книги архитектуры компьютера эндри танинблан это учитель линуса творчество почитайте книгу ричард стивенс набор книг адвансить у них с программинг это классные книжки туда вот создачиваетесь дальше документировать нужно действительно функция класса аккуратно пишите код таким чтобы можно было ставить без документации он был понятен если не получается алгоритм на документировать колоритты но не страдайте что на все документируют кодожные ясные дальше функции должны лежать конкретные задачи вот и между классами желательно как можно меньше связан с ними но это что было проектирование вы знаете я думал я вам тут секрет не открою скрипты писать можно я пишу длинные функции писать можно не верьте что надо функции больше пяти строк делать разные функции нет вы тогда будете лазать целый день между функциями так и тыскать а кольер уже будет вас проклинать когда будет производительность не надо пишите лучше скрипт вы должны функции выразить свою мысль на пичпи не надо головной мозги стрелять вот такую функцию делать не надо надо будет когда вот придет время можете разделить говнокодить можно это нормально только аккуратно и помечайте сразу технический долг что такое говнокод это быстрый код решающий бизнес задачу может быть выглядящий визуально не очень красиво он решает задачу пулька вылетел самурай упал зачем поэзой заниматься ну представьте вы убили самурая начать стихи писать понимаете это какой-то абсурд это какое-то воздействие травы поэтому пишите просто модульно ясно не усложняйте ничего как есть объем документации пишите ясный код документации нужно иметь желательно вики обязательно проектируйте модель в режиме обязательно проектируйте проектируйте проект то есть учитесь не программировать код это зло поверьте код программирование это зло на нуждают баги и страдания как можно меньше пишите больше думайте головой больше уделяйте время проектируйте модели проектируйте данных и вы выбиваете из головы клиента и вот думают часто головы выбиваете что он хочет и возлюбите ближнего к самому себя поймите сделайте человеку хорошо вот это на это время вики обязательно обязательно доски в компании должны быть чтобы люди коммуницировались поймите в визуализации разработки особенно битрикси важно коммуницироваться постоянно важно общаться визуализируйте артефакты кофе чай печеньки но мы уже у вас есть на их задача конечно основная так печеньки покупать вот и не мешает разрабатывать ну и то есть относительно к это все доверие как качество удержать все таки так значит вместе с моим же клиентом проектируем суждаем это сверх доверия и джел открытости желательно проверить комит опытным разработчикам чтобы он видел если кто-то начал усложнять включать какие-то комбинаторные сложности классы функции кто-то решил свой фреймворк написать у кого-то там понимаете девушка бросила и он решил и уйти в работу и сделать так сложно потом уволиться и потом все будет переписывать вот это важно коммиты надо проверять желательно если вы боитесь менеджера вы поймите нет вы должны бояться писать сложный код и бояться сделать клиенту плохо вот обоица менеджера не надо откуда стал обязательно следующее у нас есть фундаментурный код и стану не можете какие-то писеры использовать кто использует писеры стандарты ну это правильно использовать это хорошо если стандарт но опять же без писем головной мозга все должно быть они там и части стандарта писера есть нормальные там какие-то однобокие поэтому аккуратно обязательно визуализируйте вспомним принципы xp simple дизайн простая простой практик метафора это когда вы кто-то может в компании выразить сложный модуль простыми двумя-тремя словами объяснить что это такое вот это важно но это из xp вот город у нас сказал если у вас компания все-таки сильно умный есть но объясните человеку накормить его печеньками насильно но нельзя быть сильно умным нельзя делать сложные вещи непонятно остальным он должен рассказать что он хочет рабочий должен объяснять что он хочет он должен как бы советоваться с менеджером и оценивать свою работу он должен делать фреймворки как бы по вечерам потом и ложность непреставая ответственность за это то что сделал не усложняйте менеджеров не бояться вы должны думать техническом совершенстве в качестве простоты кода ясности лаконичности если менеджер боится заказчиков и давит на вас говорит делайте как хотите там не проектируйте быстрее быстрее горлокотте скорее 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 ну посмотрите что он делал с такими людьми вот если есть менеджеры еще которые пытаются по вашим головам бежать я на я работе хочу стать менеджером это плохие менеджеры если ты не член команды если ты не хочешь решать задачи если ты не служишь программистом не покупаешь печеньки кофе ты плохой будешь менеджер поэтому таких вот ну сразу залогу так дергайте если начинают сбираться это плохой это плохой человек в команде должен быть человек который решает задачи и делать просто все и соблюдать инженерно-качество и совершенство кода делать все красиво и лаконично вот поэтому главное это коммуникации и открытость и последний момент это лидерство в гиперметодологиях важно лидерство лидер это не то что начальник и всем на боку уходят к нему да здравствуйте я принесу кодик вот я сделал там вот такой то там и вот погладьте мне по голове там дайте мне премии нет ситуационное лидерство ваша задача решить задачи клиента в срок менеджер поставил поставил задачу вы оценили у вас там плейнг покер да там или скрами там или что у вас экспи братцы вы стараетесь прийти к цели в срок поэтому ситуационное лидерство кто кто короче сегодня настроение двигать команду заряжать этот и начальник вот принципы джайла если то есть если кто-то хочет управлять не умеет это надо сильно печеньками накормить его и кофе напоить то есть он не на своем месте он реально ломает процесс он ломает атмосферу инженерного доверия открытости и эффективности если вы хотите стать менеджером вы должны понимать что вы очень быстро станете тупеть забывать языки программирования у вас будут другие задачи будет заняться бизнесом всякими саунами встречами там договором политикой язык нужно будет что правильно работал ну то есть не то не всегда хорошо но я шучу конечно если мы можем хотите стать разработчиком не советую вам разработчики такая тяжелая работа надо любить и разработчики на самом деле если вот это человек который живет в драйве он горит в огне если вот у меня этот наркотик убрать он быстро рассыпется потому что это очень большая нагрузка поэтому все-таки если вы хотите стать менеджером да это круто но как бы противоречу здесь себе уметь надо уметь управлять разработчиками это это большая сложная задача надо их любить понимать их и учиться покупать печеньки учиться покупать делать как бы вешать доски учиться общаться с людьми главная задача менеджера мотивирует людей согревать их вдохновлять вот это менеджер вдохновлять и помогать команде достичь цели а не начальник вот значит естественно как я вам сказал нужно питать уважение к менеджеру дедлайнам и срокам сделать все стараться что к срокам прийти но при этом надо рубить требованиям писать максимально просто и доводить и уметь коммуницироваться уложительно друг с другом как делают спортсмены как борцы единоборств скром мастер это человек с маска который смазывает весь механизм ходит значит и помогает команде работать продуктов мир это тот кто не тот кто главный а продуктов не такой ходит явить там да поднимите глаза задача продуктов не отвечать на умные просто разработчиков а не нести какую-то маркетинговую чушь там какие-то размытые формулировки права в понятиях задача его четко верить ответ на вопросы помните как родился экспей это краислер команда краислера этот кэндбэк и его команда делал продукт для краислера они зафакапили вот у них был продуктов девушка который отвечал на вопросы программистов и она через полтора года у него короче на случился нервный теклеца трудная задача подбить продуктов миром и постоянно отвечать на вопрос разработчиков по тезе поэтому как бы вот так вот так вот так вот такое совесть гибком проекте ну это уважение к качеству это коммуникации это желание сделать просто и желание сделать срок нужны вам еще аналитики если у у нас ты за кто-то должен быть думать и либо это добавить мне уже это очень важная роль в тзе а тестировщик если гайба киеве должен быть другом аналитикам влекать в сегодня просто обезьянка кликать летом похлепил значит чай попил подписывал чего ты не обезьянка задача понять что вы писали в то же что хочет заказчик можно понять написать тест кейсы помочь команде протестировать ты должен врубаться в это все эти мы должны заниматься clear настоящий вот настоящий тестировщик он подобен хакеру, который ломает систему, он просто кликает там бездумно, как обезьянка. Он как хакер. Настальший токсировщик всегда находит баги. Ищите таких, они помогут. Безопасность, я думаю, нужен, но если у вас проект сложный, связан с биллингом или, допустим, для банка что-то делаете, нужен, конечно. Понятные инструменты. Блоктрекер, вики, руки, низ. Система контроля версии, обязательно. Система контроля конфигурации, скрипты миграции. Это минимум, который должен быть. Минимальный набор, минимальный паек. И, если хотите улучшить качество, используйте монитор качества. Я в компании, у меня должность руководителя контроля качества, интеграции, внедрения. Я этот монитор когда-то сделал. Там больше 60 тестов. Они проверяют ваш проект на соблюдение практик, о которой я сейчас говорил. И сдавайте проект на менеджмент качества и клиенту предлагать издать. Это увеличит время разработки, но при этом улучшает качество. Коллеги, у меня все, спасибо. Один вопрос, да?